Избирательная кампания по выборам главы города Сочи стартовала в июне. Пока же свои кандидатуры на пост мэра представили три выдвиженца из партии ЛДПР, КПРФ и Патриоты России. Работа по подготовке к выборам уже началась во всех избирательных участках. Их в городе 215. В то время, пока в пунктах проведения голосования готовится необходимое техническое оборудование, устанавливаются урны и проводятся другие необходимые для проведения голосования работы, специальные обучающие курсы пройдут и члены избирательной комиссии, которых в организации подготовки и проведения предстоящих выборов будет задействовано более 2000 человек. Назначено 2460 членов комиссии с правом решающего голоса. Причем более половины членов участковых избирательных комиссий назначено 19 политическими партиями. Поэтому состав действительно большой. Работа предстоит большая, потому что мы планируем обучить всех членов участковых избирательных комиссий. Для обучения кадров разработана специальная программа по изучению избирательного законодательства, правил, норм и требований по проведению голосования и подготовке к выборам. Циклы семинаров пройдут во всех четырех районах территориальными избирательными комиссиями. Такие обучающие лекции на курорте проводятся впервые. Сегодня мы чувствуем более организованно, более на высоком уровне большое внимание именно к избирательным участкам. Участковые избирательные комиссии сформированы сроком на пять лет, а это значит, что прошедшие обучения кадры будут задействованы и в других предстоящих выборах. В следующем году пройдут выборы депутатов городского собрания Сочи, затем граждане отдадут голоса за депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Краснодарского края. А в 2018 году состоятся выборы президента Российской Федерации. От профессионализма каждого участника избирательной комиссии зависит то, как пройдут эти важные мероприятия.